Беларусь и Латвия могут значительно улучшить свои отношения. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, встречаясь сегодня с главой правительства Латвии Марисом Кучинскисом. По словам главы государства, между странами масса неиспользованных возможностей. Основные перспективы в логистике. Марис Кучинскис отметил и интерес к взаимодействию в сфере сельского и лесного хозяйства, образования и науки. По итогам прошлого года цифра общей торговли между странами приблизилась к полумиллиарду долларов. Латвия – важный торговый партнер и инвестор для Беларуси. В Беларуси утвержден график централизованного тестирования. Вступительная кампания в этом году начнется с тестов по белорусскому и русскому языкам. Весь перечень предметов ЦТ и график представлен на национальном правовом портале. Определен также график проведения централизованного тестирования в резервные дни, которое будет проводиться в Белорусском государственном университете. Белорусы завоевали две серебряные медали в спринте на первой всемирной зимней гимназиаде школьников в Гренобле. В спринтерской гонке второй результат показал биатлонист Павел Белько. Среди девушек серебро у белорусской Дарьи Кудаевой. Таким образом, Беларусь забрала две медали из шести. Сегодня у биатлонистов снова напряженный день – эстафетная гонка. Первая всемирная зимняя гимназиада школьников проходит во Франции под эгидой Международной федерации школьного спорта. В ней принимает участие около 600 спортсменов из 20 стран.